Погода на улице стоит морозная, а рассказ Михаила Иосифовича, бывшего узника Рыбницкого гетто, пробирает и изнутри холодом и ужасами воспоминаний. Они показывали свою мощь перед детьми, перед мамой. Они бывало хватали ребенка и разрывали один за одну ножку, другой за другую ножку, и разрывали ребенка на глазах у матери. Вот так и зевались румызские фашисты. Трудно пережили люди это время, но победа пришла. Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста представители Рыбницкой еврейской общины, благотворительной еврейской организации Хезат Рахель, госадминистрации Рыбницкого района и города Рыбницы, а также молодые люди из Совета ученического соуправления посетили памятные мемориалы города. В этот день мы, безусловно, чтим их память и призываем молодое подрастающее поколение, чтобы всеми своими помыслами, действиями никогда не допустить впредь подобного на нашей земле. Потому что, как говорит наш президент Вадим Николаевич Красносельский, не может быть титульной главенствующей нацией. И многонациональный народ ПМР всегда будет чтить память жертв Холокоста. Каждый человек должен постоянно помнить то, что были такие люди и отдавать им дань. Это наш долг сохранить историческую память. Возложение цветов, слова соболезнования родственникам, чьи предки стали жертвами жестокой расправы, благодарственные слова освободителям и тем, кто помогал выживать, прятал преследуемых людей, рискуя, а иногда и жертвуя собственной жизнью. От имени государственной администрации я приношу самые искренние соболезнования, сочувствия родственникам. И здесь у нас есть действительно живые свидетели того ужаса и ада, которые своим жизненным примером показывают, как нужно строить мирную жизнь у нас на земле. В годы Великой Отечественной войны в застенках Рыбницкого гетто погибло более 3000 человек еврейской национальности. Ежегодно рыбничане в Международный день памяти жертв Холокоста посещают мемориальные места, вспоминая страшные события. Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, ЛИК-ТВ